Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариасия, таровок и психолог. В первую очередь, конечно же, от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И самое приятное в этом, это, конечно, то, что у вас налаживаются отношения, вы находите своих вторых половинок, выходите замуж, и это для меня самое большое счастье. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад, который называется «Стоит ли верить мужчине?». И посмотрим мы действительно очень глубоко, что он демонстрирует вам и что в реальности. Посмотрим чувства, мысли, намерения или планы и что у него в подсознании. Соответственно, что демонстрирует из этого всего, да, и что в реальности. И в сравнении, естественно, сделаем вывод, стоит ли мужчине верить, то есть, насколько он с вами искренен. Ну и для себя вы, конечно, сделаете вывод, стоит ли продолжать отношения и стоит ли дальше верить этому мужчине. Вот такой у нас сегодня расклад. Эту технику я использую на личных консультациях, для того, чтобы понять, стоит ли действительно продолжать отношения с мужчиной. Вообще, конечно, очень хорошо, лучше, чем в знаке зодиака. Я, именно в картах, я вижу характер, вижу, естественно, карты всегда показывают, что мужчина скрывает. Вот, кроме этого, девочки, конечно же, напоминаю, что этот расклад все-таки общий. Для записи на личную консультацию пишите мне на вайбер или ватсап. Контакты смотрите внизу под этим видео. Именно пишите, девочки, не звоните на звонок, точно не отвечу, так как звонок мешает проведению консультации и записи на видео. А здесь, в данном раскладе, хотя я точно знаю, что у вас все проигрывается и все сбывается, но, тем не менее, я вынуждена предупредить, что это все-таки общий онлайн-расклад и его точность зависит только от вашей интуиции. Поэтому, когда вы выбираете позицию, конечно, прислушивайтесь к себе, к своей интуиции. Она лучше всего вам подскажет, какую выбрать позицию. Также, девочки, напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение, и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Итак, девочки, соответственно, приступаем. Вы уже поняли, что расклад будет большой глубокий. И для начала я выложу по одной карте на вопрос, стоит ли верить вашим мужчине. А все остальные карты я буду выкладывать уже конкретно по позициям. Итак, стоит ли верить вашему мужчине. Для тех, кто смотрит данное видео, тот момент, когда вы его смотрите. Первая позиция. Вторая позиция. Стоит ли верить. Третья позиция. И четвертая позиция. Итак, девочки, сосредоточьтесь, пожалуйста. Представьте своего мужчину. Или посмотрите на фотографию. Прямо почувствуйте его, почувствуйте его энергетику. И интуитивно выберите ту позицию, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. Если вы выбираете позиции для нескольких мужчин, то, пожалуйста, поставьте видео на паузу. И после каждого мужчины обязательно переключайте свое внимание и мысли на что-то отключенное. И только потом сосредоточенно выбирайте позицию для следующего мужчины. Итак, 3 секунды прошло. Я думаю, что все выбрали. Все позиции я немножечко сдвину вверх. И оставлю только одну позицию. Первую, да, мы начинаем с первой. И смотрим по первой позиции. Стоит ли верить вашему мужчине? Ну, судя по пажу мечей, я хочу сказать, что, скорее всего, не то, чтобы мужчина что-то скрывает, но тем, хотя да, да, скрывает, что он ревный, скорее всего, ревность, злость, может быть, обиду. Вот, поэтому, ну, вот, до конца верить, честно говоря, нельзя. Ну, сейчас посмотрим, девочки. Итак, давайте посмотрим чувства, мысли и намерения или планы данного мужчины, которого вы загадали по первой позиции. Для начала, которые он вам демонстрирует. Так, какие чувства демонстрирует вам ваш мужчина? Какие мысли, да, то есть, что он вам говорит, о чем он думает? То есть, то, что демонстрирует. Ну, вот я так понимаю, что ревность он вам демонстрирует, да, и страсть, страсть демонстрирует, ревность. Дальше, и какие планы и намерения в отношении вас и вашего совместного будущего он вам озвучивает? Он озвучивает, что у него есть другая женщина или что он найдет другую, да, раз уж у вас есть какой-то другой мужчина. Здесь наличие соперника. Это мы сейчас рассматриваем то, что он вам демонстрирует. То есть, демонстрирует, что страсть в отношении вас, да, то есть, чувства какие-то определенные демонстрирует. Дальше демонстрирует, что ревность, ревность, конфликтность, да, возможно, действительно вы либо замужем, либо по данной позиции, да, либо действительно у вас есть выбор, возможно, есть другой поклонник, да, возможно, как бы вы специально провоцируете ревность этого мужчины. Вот, и он точно так же демонстрирует вам, что он, либо у него тоже есть какая-то поклонница, да, либо у него есть жена, хотя вот мы сейчас спрашиваем, что он вам демонстрирует, да, то есть не факт, что это всё так и есть, а есть или нет, мы с вами чуть-чуть позже посмотрим. То есть, это конкретно либо демонстрирует, что ему какая-то другая женщина есть, да, то есть, это то, что он конкретно вам демонстрирует. Теперь посмотрим, что же в реальности, какие же в реальности у него чувства к вам. А в реальности у него действительно есть к вам чувства, вполне даже очень серьёзные. Дальше. Мысли, какие у него реально в отношении вас. Некоторые разочарования. Разочарования в том, что вы вызываете у него ревность. Вот внутри у него реальное разочарование. То есть есть чувство, например, разочарования в том, что никак он вас не может добиться, не принадлежите вы ему. То есть демонстрирует он вам как-то больше уверенности, хотя внутри совсем не уверен, конечно. Дальше. Внутри у него, то есть реально какие у него внутри планы и намерения на вас и на ваше совместное будущее. Ну, женщины тут, конечно, никакой нет. Это я вам точно могу сказать. Он просто таким образом выводит вас на ревность. То есть тоже пытается вас зацепить и спровоцировать. Вот в итоге какие у него планы и намерения. И дальше страдать. Страдать, ревновать, злиться, обижаться. Но ничего он сделать, конечно, не может в отношении вас. Вот и добиться он вас тоже, я так понимаю, не может. Хотя чувство есть. Разочарован тем, что у вас либо поклонник, либо муж, либо, не знаю, какой-то еще мужчина есть. Либо вы тоже, тоже его так же выводите на ревность, как он у вас. То есть двусторонняя такая игра. Вполне возможно здесь. А возможно у вас и правда есть другой мужчина, другой поклонник, либо муж. И этот мужчина, да, он готов как бы, ну то есть и дальше будет за вас бороться, я бы так сказала, да, или добиваться. Вот, но, честно говоря, конечно, он в своих силах совсем не уверен. Сказать, что у него серьезное намерение на вас, нет, не могу. Я думаю, что добившись вас, судя по этим картам, он охладеет. Ну давайте посмотрим подсознание, что у него в подсознании в отношении вас. И уже тогда точно, точно будет все понятно. Ну он вообще не уверен, да, то есть ему бы хотелось с вами серьезных отношений. Но он считает, что эта битва проиграна, что между вами ничего не может быть. Это то, что у него в подсознании. Вот, да, он вас видит, вы, видимо, либо старше его, либо богаче. Вот я вижу, что богаче по Тузу и королеве Пентакли. Да, то есть скорее всего вы выше его по материальному, либо может быть даже социальному положению. И, конечно, он чувствует и в этом смысле неуверенность. Вот, ну в общем-то он считает, что не подарит ему судьба в виде вас такой драгоценный подарок. Да, то есть неуверенность абсолютно. Вот, если же вы, смотрите, если уже вы загадали мужчину, с которым вы в паре или в браке, то он считает, что рано или поздно ваши отношения закончатся. То есть вы идете к другому мужчине. Он уверен в том, что ваши отношения скоро закончатся. То, что вы его бросите. Вот, конечно, очень сильно переживает. Вот, так же может быть, конечно, и развод. Но, честно говоря, если вы в паре или в браке, то женщины у него никакой нет. Поклонницы у него никакой нет. И он, даже если вы будете ему изменять, он все равно будет с вами. Да, он будет ревновать, делиться, обижаться, но никуда не денется. Вот такая интересная позиция. Для тех, у кого роман на расстоянии, ну, как бы такая вот игра, да, но отношения закончатся. То есть он уверен, что отношения закончатся. И все его завоевание на самом деле заключается лишь в том, что он будет с вами конфликтовать, ревновать, злиться, обижаться. Вот. И, в общем-то, и все. Я так понимаю, что вы-то, собственно, его близко не подпускаете. То есть, если у вас роман на расстоянии, то есть он бы хотел страстной встречи, но вы не подпускаете. Ну, и для тех, кому мужчина нравится, да, здесь вы его провоцируете, он вас провоцирует, шаги он делает, но я так понимаю, что вам-то, вам-то он не очень нравится. А если он нравится, так перестаньте его провоцировать просто. Вот и все. То есть, позвольте ему просто быть с вами рядом. Я понимаю, может быть, вас злить то, что он демонстрирует вас, что у него там тоже куча поклонниц, да, но на самом деле их нет. Поэтому, ну, уже действуйте по обстоятельствам. По крайней мере, вы знаете реальную ситуацию. Да, он бы хотел для тех, кто не в паре и не в браке, он бы хотел, ну, как, серьезных отношений, но думает, что он вас не достоин. Если вы загадали мужчину, по первой позиции, все еще продолжаю, да, с которым у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, вот, то здесь смотрите, да, примирение он хочет, но, и шаги он будет делать для примирения, но все равно это будут конфликты, обиды, упреки, то есть не забудется вот эта причина вашего разрыва, пока он как бы не удовлетворит свою изделенную самолюбию. Поэтому здесь примирение такое несколько конфликтное будет. Вот, и провоцировать на ревность, конечно, он вас будет, но имейте в виду, что женщины там никакой не было и нет. Так что вот такая интересная первая позиция. Ну и переходим теперь, соответственно, ко второй позиции. Смотрим, стоит ли верить вашему мужчине? Ну, вот, по двойке мяча я хочу сказать, что ситуация несколько неопределенная. Верить, конечно, до конца ему не стоит, но зато теперь, конечно, посмотрим, что он вам демонстрирует и что в реальности. Что он вам демонстрирует, какие чувства конкретно он вам демонстрирует. сдержанность, сдержанность, холодность даже где-то, но при этом стабильность, некоторую стабильность в чувствах. Ну, чувств, конечно, по четверке Пентагрия, конечно, их нет. Но для тех, кто в паре или в браке, мужчина демонстрирует в чувствах вам полную стабильность. То есть дает вам возможность быть в нем уверенным, то есть что он никуда как бы не денется. Стабильность отношений он демонстрирует, конечно. Дальше, что он, о чем он вам говорит, конкретно, о вас, как он называется, что говорит, что демонстрирует именно. Одиночество. Одиночество, скуку. Да, то есть я так понимаю, мужчина мало говорит, в основном все время в себе, в каких-то мыслях. Вот что такое. По крайней мере, это то, что он вам демонстрирует, что он такой весь занят собой, что у него мысли. Ну, здесь по старшему, органу, может быть, может быть, демонстрирует, что он сильно занят работой, да, постоянно у него мысли о работе, и ему просто не до вас. Что он вам говорит о своих планах на будущее, в отношении вас, в ваших отношениях? Серьезные намерения и брак. Да, если вы уже в браке, то намерение продолжать брак. По крайней мере, вот, ну, как-то все серьезно, да, серьезно, но стабильную ситуацию он вам демонстрирует, очень серьезного себя, да, постоянно занятого работой, да, решением каких-то вопросов и проблем. В общем-то, вот так. Ну, посмотрим, что же в реальности, что он реально в отношении вас чувствует. Ревность он чувствует, вот что он чувствует, и чувство подозревает, может быть, что у вас есть соперник, да, но при этом внешне, смотрите, какой сдержанный, да, кремень, мужчина кремень просто, такая ревность, мужчина, что он внутри. Дальше, что у него в мыслях в отношении вас? Боится очень сильно вас потерять, поэтому такую холодность вам и демонстрирует, сдержанность, холодность, да, и его реальные намерения и планы в отношении вас. Страстный бурный роман, ну, да, здесь перспектива брака действительно есть, но демонстрирует он вам более серьезные отношения, на самом деле, конечно, ему хочется любви, страсти, да, хочется быть победителем, действительно, вот вас завоевать, пока что он, он находится, ну, вы его держите в такой, какой-то неопределенной ситуации, вот, хотя он вам, конечно, демонстрирует серьезность, серьезное намерение, но, честно говоря, несмотря на то, что внутри у него бушуют бешеные просто страсти, да, сказать, сказать, что он с вами не искренен, нет, просто учитывая то, что вы его в какой-то неопределенности держите, вот, то ему, конечно, приходится скрывать, на самом деле, конечно, ему очень хочется с вами серьезных отношений, но если вы парень в браке, смотрите, ему хочется больше, то есть, ему наскучили, я хочу сказать, ваши отношения, наскучили в том смысле, что сами отношения, как вот они у вас развиваются, ему хочется страсти, ему хочется страсти внести, то есть, чувственности, страсти внести в отношениях, сделайте это, развеселите, то есть, устроите взрыв чувственности, да, страсти в ваших отношениях, поиграйте, потому что, да, вот, хотя он и демонстрирует серьезность, но ему очень бы хотелось страсти, да, боится вас потерять очень сильно, так, проявите чувства, обновите ваши отношения, вот здесь какое-то путешествие у него в намерениях, ну, так устроите действительно, реально какое-то прекрасное путешествие, в котором действительно будет и любовь, и страсть, и желание, да, то есть, действительно, путешествие, которое вскалыхнет вашу чувственность. Ну, в общем-то, не знаю, ну, практически, смотрите, девочки, ну, практически то же самое, единственное, что он, конечно, демонстрирует вам спокойствие, холодность, серьезность, да, а внутри, конечно, у него и страсть, и ревность, и боязнь вас потерять, вот, а внешне он несколько холодного, то есть, с одной стороны, да, он, конечно, демонстрирует не совсем то, что у него внутри, но, по крайней мере, серьезное намерение он вам и демонстрирует, и внутри они у него тоже есть. Ну, давайте еще глянем, что у него в подсознании, не в отношении вас, семья, целых две карты, солнце и мир, да, он считает, что он с вами будет счастлив, вот, поэтому, да, и холодность он вам демонстрирует, именно с той целью, чтобы вас не потерять, не упустить, такой драгоценный бриллиант, то есть, вы очень много значите в его жизни, но вот эти все сильные чувства, переживания, он все это держит внутри, в себе, и не показывает вам, вот, ну, давайте немножко еще по разным форматам, если вы загадали мужчину, который вам нравится, вот, тут, как бы, такая ситуация и есть, для тех, кто в паре или в браке, я рассказала, для тех, кто на расстоянии встречи, он с вами хочет, да, ну, я же говорю, демонстрирует холодность, а внутри прям бушуют страсти, вот, ну, и для тех, кто в ссоре, да, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, конечно же, он хочет примирения, и, ну, как бы, он вам и демонстрирует серьезное намерение, но холодновато, так, сдержанно, да, а внутри, конечно, бушуют страсти, очень он хочет примирения, возобновления и восстановления отношений, потому что любит он вас. Вот такая вторая позиция, девочки, и переходим, конечно, теперь к третьей позиции, смотрим по третьей позиции, теперь, стоит ли верить вашему мужчине, и здесь восьмерка кубков, восьмерка кубков, это вынужденное расставание, да, но вынужденное расставание, или уход, уход, вы уж вышли из отношений, или мужчина вышел из отношений, пропал, не звонит, не пишет, к примеру, да, вот, стоит ли ему верить, ну, по восьмерке кубков, я хочу сказать, что нет, не стоит, скорее всего, но мы сейчас посмотрим глубоко с вами, но, скорее всего, мужчина все-таки вам демонстрирует одно, а думает другое, вот это мы сейчас с вами более подробно, и посмотрим, так, какие чувства демонстрирует вам ваш мужчина, тайну какую-то он демонстрирует, я еще подумала по восьмерке кубков, что какая-то тайна, наверное, да, такой какой-то весь загадочный, какие, что он говорит о вас, да, что он о вас говорит, ну, как-то вот говорит со страстью, да, действия какие-то, возможно, обговаривает, в отношении вас, встречу, возможно, предлагает, да, но при этом какой-то весь загадочный, загадочный, непонятный, по крайней мере, это то, что он вам демонстрирует, да, какие планы и намерения он вам озвучивал в отношении вас, ну, то, что он вас ревнует, да, и при этом хочет ревнует, как бы обижается, злится, то, что он вам демонстрирует, его планы и намерения, но и желание свободы, да, то есть, то, что он хочет только страстных, страстных тайных отношений, и свободы, чтобы вы, как бы, не претендовали на какие-то серьезные отношения, вот, то, что он вам демонстрирует, ну, посмотрим, что же у него внутри, что же он реально в отношении вас чувствует, победу он чувствует, чувства у него есть очень сильные и страстные, он рядом с вами чувствует себя действительно мужчиной, он чувствует себя победителем, счастливым и достойным мужчиной, но при этом, смотрите, девочки, держит вас на расстоянии, то есть, это вот такая игра, такая политика, это то, чему я вас все время учу, да, что надо, вот эта вот тонкая грань, что с одной стороны мужчине говорите, что вы его любите, с другой стороны близко его, как бы не подпускайте, вот он, мужчина играет просто с вами, то есть, демонстрирует вам, что ему нужны только тайные, страстные отношения, легкие, сексуальные, без обязательств, на самом деле, он в вас очень сильно влюблен, а это все он вам демонстрирует, для того, чтобы вас посильнее привязать, дальше, что у него реально в мыслях о вас, он видит вас завоевательницу, во-первых, но для некоторых может быть, что мужчина женат, поэтому тайные отношения, вот, но по большому счету я хочу сказать, что больше, больше все-таки я здесь вижу, именно он, именно в вас видит, такую сильную, властную женщину, завоевательницу, поэтому для него вас завоевать и покорить, конечно, это дело чести, поэтому он вам и демонстрирует, вот такую, вот такую ситуацию, скорее всего, и пропадает, временами, да, не звонит, не пишет, на звонки не отвечает, это такая тактика, это та тактика, которая все время пытается научить вас, надо уже все-таки все это, как-то оформить, да, и разместить в социальных сетях, для того, чтобы вы точно знали, как правильно играть, и его реальные намерения и планы на вас, на ваши отношения, у него серьезное намерение, девочки, то есть независимо от того, какого мужчину вы загадали, который вам нравится, или с которым роман на расстоянии, или с которым у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, либо мужчина, с которым вы в паре, или в браке, тоже он что-то, что-то там делает вид, тайный какой-то, в любом случае, для всех форматов отношений, серьезное намерение у мужчины, он готов вас обеспечивать, вас вкладываться, намерение серьезное, но очень уж ему хочется вас привязать к себе посильнее, но здесь еще, девочки, конечно, я вижу ситуацию, либо любовный треугольник, да, либо мужчина женат, либо вы замужем, а может быть и даже любовный квадрат, вы замужем, мужчина женат, но вот своим, в любом случае, своим таким поведением, он пытается вас привязать, хотя на самом деле, он действительно вас любит, действительно, таким образом, он пытается вас добиться, да, и намерения у него серьезные, но если это не любовный треугольник, и не любовный квадрат, то у мужчины серьезные намерения на семью и брак, а если даже это любовный треугольник или любовный квадрат, в любом случае, все равно намерения у мужчины на вас серьезные. Да, он готов, ну как бы даже если вы в качестве любовницы у него, то он не намерен с вами расставаться никогда, то есть он планирует действительно длительные, стабильные отношения, готов вас обеспечивать, ну потому что у него действительно глубокие и сильные чувства в отношении вас. вот такая ситуация по третьей позиции. Ну и последняя, теперь переходим, девочки, к четвертой позиции, смотрим, стоит ли верить вашему мужчине. Итак, это шестерка мечей. Ну шестерка мечей говорит о том, что в принципе верить мужчине, да, можно, вот, но все-таки давайте посмотрим более глубоко. итак, что загаданный вами мужчина вам демонстрирует. Первое это чувство. Какие чувства он вам демонстрирует? Посмотрим. Ревность он вам демонстрирует. Вот что. Что он говорит о вас? Говорит, что ему мало, что он не чувствует, может быть, вашей любви, что постоянно ждет от вас сообщения или проявления чувственности, может быть, мало, да, может быть, говорит вам, что вы его не любите, не цените. Это то, что демонстрирует. Что он вам демонстрирует? О ваших отношениях, да, как свои планы, намерения. Что он говорит о планах, намерениях? Ну, он в раздумьях за какой-то защитной позиции, да, то есть, конкретно то, что он вам говорит о вашем будущем, то, что он защищается, то есть, нет у него серьезных намерений в отношении вас. Вот что он вам демонстрирует. Здесь, честно говоря, вот ярче всего вижу позицию, если вы загадали мужчину, который вам нравится. Здесь у него просто защитная позиция, но вот это то, что он демонстрирует, он демонстрирует вам защитную позицию. То же самое, что если у вас роман на расстоянии, он демонстрирует вам ревность, что типа вы общаетесь с другими мужчинами, говорит, что не видит, что он вам нравится, ну и так далее, и тому подобное, что вы ему там мало пишете, к примеру. Ну и демонстрирует защитную позицию. Для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв, развод, также ревность демонстрирует, демонстрирует, что типа вы не проявляете желания примириться, он не видит ваших чувств. Вот. И также защитную позицию вам демонстрирует, то есть, типа я еще подумала, стоит ли с тобой мириться или нет. Для тех, кто в паре или в браке, ну практически то же самое, защитная позиция здесь заключается в том, ну для тех, кто в паре, в том, что мужчина, типа я еще не знаю, я вообще не хочу серьезных отношений, ну типа брака. Вот. Ну а те, кто в браке, то защитная позиция, видимо, вы все-таки его подталкиваете к каким-то действиям, наверное, да, в браке. Ну вот, ну а он, соответственно, защищается. Вот. Мы посмотрим теперь, что у него внутри, какие реальные чувства мужчина к вам испытывает. Старший аркан смерть, который говорит о трансформации, то есть, его чувства сейчас к вам меняются. Вторая карта нам ответит, в какую сторону меняются чувства. Посмотрим его мысли в отношении вас. Ну смотрите. Он вас видит такой богатый, хорошо стоящий на ногах девушкой. И, честно говоря, мне непонятно его чувства. Я все-таки уточню старший аркан смерть, какие же у него чувства в отношении вас. Чувства у него есть. Есть очень сильные. Ну, в любом случае меняется что? То, что чувства у него становятся сильнее и сильнее. Он ничего не может с этим сделать. Хотя, вот, демонстрируют вам совершенно иную ситуацию. Ну, опять-таки, почему он так неуверенно себя чувствует, то есть говорит вам, что я не вижу ни твоих чувств, ни твоего внимания. Ну, именно потому, что он вас видит богатой, красивой, хорошо стоящей на ногах, успешной девушкой. И, какие реально у него планы и намерения на вас и на ваше совместное будущее. страстный бурный роман с перспективой брака, поездки, встречи, путешествия. Ну, у кого-то это встречи, это по разным форматам отношений, у кого-то встречи, у кого-то поездки, у кого-то предложение руки и сердца, у кого-то примирение по колеснице, естественно, у кого-то начало романа страстного. Но при этом, смотрите, я демонстрирую вам защитную позицию. Сам очень-очень хочет встречи. В общем-то, и чувства у него есть. Ну, то есть, я здесь, что хочу сказать, девочки, если вы будете спокойны, да, то есть, не будете как-то себя никак проявлять, но при этом будете играть глазками, показывать заинтересованность, ну, это на первых этапах, так скажем, да, вот, то, соответственно, мужчина начнет действовать. Если у вас, скажем, 40 конфликтов расставания, разрыв, развод, ну, все то же самое, да, с одной стороны, показывайте ему чувства, с другой стороны, никаких действий не предпринимайте, он предпринимает их сам, он вполне на это способен. Просто он с вами играет. Ну, и для тех, кто в паре, да, здесь мужчина говорит, типа, я не готов, хотя на самом деле очень сильно хочет именно семью и брак, но опять-таки, он немножечко с вами играет пока, вот, ну, ничего, вы его отпустите, скажите, ну, ладно, я тоже типа не хочу брака, да, пусть будут такие отношения, вот, и это подтолкнет его, конечно, на более какие-то серьезные действия отношения и вас. Ну, а для тех, кто в браке, здесь, возможно, мужчина вас провоцирует на ревность, то есть, сам ревнует и вас, возможно, провоцирует на ревность, показывая тем, что, может быть, у него какая-то поклонница, соперница, нету никакой, ни поклонницы, ни соперницы, но за исключением тех случаев, если вы точно знаете, что мужчина-жена, вот, ну, провоцирует, ну, отпустите ситуацию, ну, пусть провоцирует, то есть, не поддавайтесь этой ревности, вот, тем самым, вы, конечно, его выведите с этой защитной позиции и заставите действовать. Ну, вот такая ситуация по четвертой позиции. И последнее, да, последнее осталось. Кстати, смотрите ссылочки под этим видео на группы в социальных сетях, все это, все это группы Зеркало Судьбы, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке, переходите по ссылочкам, там я разместила как раз таки правила загадывания желаний, очень внимательно их изучите и загадывайте желания правильно, и еще я там разместила афирмации на каждый день, буду размещать их и дальше, афирмации будут на все случаи жизни, вот, вы знаете, они, особенно с утра, то есть, лучше, вы можете, конечно, в течение дня, не можете, а хорошо будет, если вы в течение дня и будете повторять, но лучше всего с утра, то есть, с утра обязательно, как только проснулись, сразу прочитайте, то есть, положите, либо есть, и на видном месте, эти афирмации, афирмации будут, действительно, на все случаи жизни, они очень классно, поднимают настроение, действительно, настраивают вас на успех, на позитив, вот, то есть, действительно, идем к лучшей жизни, загадывайте желания, я надеюсь, что многие уже прочитали, правила загадывания желаний, и сегодня все уже правильно будут загадывать желания, и мне не придется вытаскивать по две карты, и так, эмоции, эмоции подключили, эмоции, чувства, желание исполнено, и я вытаскиваю счастливую карту, на исполнение всех ваших желаний, и это семерка жезлов, семерка жезлов, конечно, это борьба, это защитная позиция, то есть, я так понимаю, что вы не пускаете свое желание раскрыться, забыли, раскрыться, впустить в себя вибрации вселенной, и мой позитивный настрой, и вибрации карты, для исполнения вашего желания, ну что ж, придется еще раз, сосредоточились, чувства подключили, эмоции, эмоции зашкаливают, ваше желание уже исполнено, раскройтесь, впустите в себя, энергию вселенной, которая будет воплощать, будет, уже воплощает ваши желания, и так, вторая счастливая карта, на исполнение ваших желаний, но вот, совершенно другое дело, конечно, по Королеве Пентаклей, все желания ваши исполнятся, самым наилучшим образом, вы будете довольны, счастливы, и обеспечены, на этом, я желаю вам, счастья, радости, удачи, всего вам самого наилучшего, с вами была, Алена Ариес, до скорых встреч, новых видео, пока, пока,